привет друзья никогда такого не было и вот опять снова говорим про газ казалось бы уже ну что еще подписали контракт договорились акты приемки отпечатки пальцев и мы снова возвращаемся к этой теме какого это происходит давайте разберемся кто виноват почему так получается для того чтобы понять тут нужно упомянуть некоторые детали которые казалось бы детали вот их все сми упомянули но никто на это не обратил внимание откуда пришла новость о том что у нас есть проблема по газу что вчера вечером нам пришла информация о том что чем молдову через 48 часов могут отключить от газа полностью россия сообщила официально о том что они могут прекратить поставку газа в молдову после всего после контракта после всех договоренности просит после всех этих долгих переговоров. Так вот, откуда пришла эта информация? Такое заявление сделал Сергей Куприянов, представитель российской газовой компании в эфире телеканала Россия 24. Он сказал, имея в виду сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуя стремлением сохранить для Молдавии выплаты ее долговых обязательств перед Газпромом, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпром принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но существенным и важным пунктом. Молдавия в срок уплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей истек сегодня 22, то есть это было вчера, 22 ноября. Платежа нет. Здесь не так важно то, что он сказал. Важно, кто сказал. Какой-то Сергей Куприянов, который представитель Газпрома, кто он вообще? Кто этот человек? Почему я обращаю на это внимание? Потому что наши деятели говорят, что у нас недостаточный уровень, не те люди занимаются этим. То есть, получается, вопросы оплаты газа, мы, я не знаю, к кому, к Байдену должны обратиться. Можно попросить английскую королеву, чтобы она разнесла фактуры по квартирам и проверила, пришли деньги или нет. Евросоюз, попросим лидеров Евросоюза собраться на срочное заседание и решить вопрос, как ответить Сергею Куприянову? Или, может быть, все-таки Молдова-Газ должен этим вопросом заниматься? Собирать деньги, видеть свое состояние счета? Могут они оплачивать, не могут они оплачивать? Кто вообще должен был понимать, что происходит вот такая вот хреновина и нам могут отключить газ? Кто этим должен был заниматься? Не Молдова-Газ, структура, там сколько этажей сидит, какая-то хреновая туча народа. Чем они занимаются? Как они вообще могли не заметить, что у нас есть такой пункт в контракте, что мы должны деньги и что у них на счету нет этих денег? Так получилось, что руководство Молдова-Газ в очередной раз показали себя как саботажники и диверсанты, которые совершенно непонятно, за что они получают там зарплаты, поверьте мне, очень даже большие, это нельзя назвать большая зарплата, это большая зарплата, там огромные зарплаты. Вот эти люди получают эти огромные зарплаты и что они делают за эти деньги? Как так могло получиться, что Чибан, председатель Молдова-Газ, который за последние месяцы куча раз появлялся в разных СМИ, давал интервью, делал пресс-конференции, заявления, он этот месяц, весь месяц молчал. Почему он не вышел на пресс-конференцию и сказал, ребята, у нас проблемы, у нас нет денег, а 22 ноября мы должны рассчитаться с Россией или нам отключат газ? Он не знал об этом? Тут только два варианта ответа. Или он не знал, значит человек не на своем месте, ему надо работать где-то в другом месте. Или он знал и специально промолчал для того, чтобы нагнетать вот эту вот истерию в обществе, пугать людей отключением газа, чем, в общем-то, он занимается все последние месяцы. Но кто же все-таки виноват в этой ситуации? Я считаю, что не Чибан, потому что я лично от него ничего хорошего не ждал и вообще вот абсолютно не удивлен тем, что так все произошло. Я считаю, что виновата правительство и лично господин Спыну, потому что они должны были включить мозг и понимать, что отставленников, додонов, молдова-газ, не надо ждать, что они будут делать свою работу. Наоборот, они будут делать все возможное, чтобы максимально провоцировать проблемы для того, чтобы нагнетать недовольство в обществе. Потому что чем больше в обществе недовольных, тем больше шансов у социалистов кричать о том, что при нас-то такого не было. Поэтому их люди будут саботировать на всех уровнях, где только они находятся, везде от них будут проблемы. Поэтому я говорю, что виновата в этом абсолютно правительство. Они должны за это отвечать. Они проморгали ситуацию. Они должны были заранее, за несколько недель, мониторить ситуацию. Да, звонить в молдовый газ. Что, ребята, есть там у вас на счету бабки? Готовы рассчитаться с Россией? Нет? Почему? Что нужно сделать, чтобы собрать эту сумму? Вам нужна помощь правительства? Хорошо, обращайтесь, мы сделаем вам помощь. Ничего не происходило, и они сейчас вчера, позавчера с такими вот глазами выходят. Мы вот получили письмо с России, там что-то они от нас хотят. Блин, да как так вообще могло быть? Ну вот сейчас уже, когда я уже сел записывать эту передачу, под вечер появилась информация, Спыну заявил. Мы внесли коррективы в бюджет на 2021 год. Согласно решению Чрезвычайной комиссии, для Энергоком было выделено 1,7 миллиарда леев. Из них 1,4 миллиарда будут выделены Молдова-газ для выплаты долга. Напоминаю, говорит тот же Спыну, что на прошлой неделе за это решение проголосовали в первом чтении, а в четверг в парламенте этот проект поправок будет проголосован во втором чтении, и деньги будут доступны. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как это все получилось. Еще вчера, повторяя, они ходили с полностью такими опешившими выражениями лица, что он, что Чебан, ну пришло письмо, мы его еще не видели, мы не понимаем, мы разберемся, мы дадим ответ. Тут он выходит и говорит, что нет, все нормально, деньги есть, мы все решили, вот осталось немножко проголосовать, и деньги будут доступны. Как по мне, это говорит, что есть определенные признаки провала, провала профессионального. Да, может быть, такие ситуации, это не стандартная ситуация, но, ребята, вы должны об этом думать. Это не мы должны об этом думать, не СМИ должны об этом думать, не эксперты. И, повторяю, я не ждал ничего от «Молдовы ГАЗ». Вот уж кто не собирается нас с вами думать, это они. Поэтому я повторяю, что я считаю, мое личное мнение, что за этот кризис должно отвечать правительство. Они проморгали ситуацию, они это упустили, они должны были принять меры раньше. Да, даже если они сейчас выскочат, нормально все как бы, то есть я думаю, что ГАЗ нам все-таки не отключат, что они сейчас быстро это все решат. Но это не надо было доводить до ситуации, когда это надо решать быстро, вот сейчас, прямо в панике. Надо было спокойно к этой ситуации подойти, заранее думая. Вот насчет с тем, чтобы думать заранее, о проблемах у нас как-то никогда не получалось у наших чиновников. Ладно, посмотрим, чем это все закончится. Разберем вместе с вами, как будет развиваться ситуация. Подписывайтесь для этого на канал. Всего вам доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok